Привет всем, с вами как всегда Дмитрий, вы на канале Мистер Куэкс И сегодня я хочу рассказать вам о своих впечатлениях от геймпада Nintendo Switch Pro Controller Я знаю, что таких видео полно на ютубе, но мне все-таки захотелось поделиться с вами именно своими впечатлениями Потому что мне есть что о нем сказать, о чем не говорили другие В частности про эту несчастную крестовину Ну ладно, начать хочу с того, что он сейчас стоит действительно очень дорого Но тем не менее, когда вы его впервые берете в руки, вы ощущаете, что вы платили не зря Потому что собран он очень качественно, у него ничто нигде никак не скрипит Материалы очень приятные, в частности вот эти вот прорезиненные ручки Приятно его держать в руках Все, в принципе, у него в этом плане хорошо Но самое главное, это как он в играх ощущается и какие у него есть преимущества и недостатки Начать предлагаю с аналоговых стиков Они здесь, пожалуй, идеальны Потому что у них большой ход Они довольно высокие Я до Pro-контроллера пользовался геймпадом от 8BitDo Ну, фокуса не будет сегодня, конечно же Давай Сейчас это не самый актуальный геймпад от 8BitDo У них сейчас есть 8BitDo Pro 2, они его так вроде называют Там добавили лепестки, вроде бы улучшили материалы корпуса Но, тем не менее, этот геймпад долгое время был флагманом, так скажем, у этой компании И он мне всем нравился, в частности стиками Но, когда я взял в руки Pro-контроллера, я понял, что стики у него лучше Потому что они, во-первых, выше чуть ли не в два раза У них, как следствие, больше ход А сами они чуть побольше И в целом очень приятны По мертвым зонам, что могу сказать Давайте покажу вам На примере Игры Ну, собственно Мертвых зон, можно сказать, нет Особенно внутренней То есть я Только чуть-чуть вот Отклоняю стик И камера уже медленно вращается Еще лучше это будет заметно, если я в настройках вам покажу Системные настройки Так, контроллеры-сенсоры Калибровать мини-джойстик Вот, смотрите Я только чуть-чуть отклоняю стик И уже показывается отклонение На этом графике То есть все идеально Внешняя мертвая зона небольшая есть, да То есть вот это уже край А еще чуть-чуть могу продвинуть стик Но это вообще не страшно Мне больше всего нравится Что внутренней Мертвой зоны Вообще нет Это круто То есть можно спокойно Рисовать кружки Всякие Вообще отличное отслеживание Ну что ж В общем вы поняли Что стики здесь Наверное лучшие Среди всех геймпадов Для свеча Ну, лучше я не видел Неплохие стики На джойконах Но они маленькие То есть у них Совсем маленький ход И, конечно же С большими полноценными стиками Такие сложно сравнивать Просто потому что у них Почти нет хода Хотя отслеживание здесь тоже хорошее Что ж, пойдем дальше Кнопки Они здесь большие Удобные И классные Собственно Придраться не к чему особо Особенно к кнопкам ABXY Они здесь прямо вот Идеальны Отлично Срабатывают Отзывчивые В меру мягкие В меру твердые Кнопки плюс-минус Они твердые наоборот Но это собственно Особо ни на что не влияет Также Хочется сказать о шифтах Вот у них есть проблема одна Да, они в принципе Приятно нажимаются Но Есть странный момент В частности Это касается Моего левого шифта Если я его Недостаточно сильно нажимаю Нажатие не засчитывается Давайте покажу вам На примере той же Зельды То есть о чем я говорю Когда вы нажимаете В этой игре Кнопку L Вы активируете Руну Которая у вас выбрана И в данном случае Если я Недостаточно сильно Нажму на кнопку Вот так вот Руна Может не активироваться То есть Вы видите Что кнопка Иногда не срабатывает Да Она часто срабатывает Но иногда Нет Чтобы она всегда работала Надо ее посильнее нажимать Я бы этого вообще Не заметил Если бы справа Было то же самое Я бы к этому Быстро привык Но странная вещь В том заключается Что справа Такой проблемы Вообще нет То есть Даже чуть-чуть Нажав кнопку Она уже срабатывает Вы можете Это сейчас видеть И это всегда так То есть В отличие от Левой Которая может Сработать Может нет Правая Работает вообще Всегда При любой Силе нажатия А левая Вот как вы видите Нет Не всегда И это Довольно Странный момент Я Полазил По Форумам Разным По реддиту И узнал Что у многих Людей Такая проблема Есть То есть Видимо Это Не брак Это Есть у многих Причем У всех На разных шифтах Это происходит У кого-то На правом У кого-то На всех То есть Странная Такая проблема Можно ли считать Это прям Проблемой Проблемой Ну не знаю В принципе Я привык уже Нажимать посильнее Кнопку L Чтобы она всегда Срабатывала Да и не надо Прям вдавливать Ее Чтобы она Сработала Всегда Надо Просто чуть-чуть Посильнее Нажать Так что Это не сильная Проблема На мой взгляд Но факт Остается фактом Что-то странное С шифтами Здесь Есть Да Что я еще могу Сказать Переходим К крестовине Да Куча людей Сказали Уже 50 тысяч Раз О том Что это Самая худшая Крестовина В мире Что У нее Куча Мискликов Но У нее Оказывается Есть и плюсы О которых Я могу вам Рассказать Я покажу Действия данной Крестовины На примере Игры Hollow Knight Некоторые люди Показывают Ее На примере Тетриса Потому что Там нажатия Крайне критичны Но Здесь Собственно Тоже Можно Вполне Показать Собственно У этой крестовины Есть два Плюса Которые Я нашел Несмотря на все Минусы О которых Все говорят Во первых Она сделана Из очень приятного Шершавого Материала По которому Палец Не скользит Ни одна Другая Кнопка Не имеет Такой Текстуры И это Мне очень Понравилось Действительно Приятно Ее трогать Но я Допускаю Что Спустя Время Может У вас Стачиваться Начать Этот Шершавый Материал И она Станет Такой Гладкой Как И все Остальное Но Пока Что Очень Приятно Она Ощущается И Второй Плюс Это То Что Она Никак Вообще Не Болтается То Есть Она Не Елозит В этом Отверстии Крестовом Никак Вы Можете Ее Вот Сдвинуть Пальцами Но Сама По Себе Она Сидит Жестко И Не Трясется Почему Я Об этом Так Активно Говорю Да Потому Что Я Когда Пользовался Этим Геймпадом От 8bit Do Это Вообще Их Самая Главная Проблема Я Считаю Что У них Шатаются И Ходят Ходуном Крестовины Во Первых Это Раздражает Потому Что Она Трясется И Вообще Смещается Когда Вы Играете Но Во-вторых Она Смещается И Начинает Тереться Краями А Пластик Самого Контроллера Самой Формы И Начинает Скрипеть Со Временем Это Настолько Противно Насколько Вообще Возможно Многие Говорят Что У 8bit До Лучшие Крестовины Что Здесь Никаких Мискликов Что Крестовины Как На Контроллерах От Нес Там С Но Тем Не Менее Проблема Вот Такая У них Есть Что Она Трясется И Вообще Потом Начинает Скрипеть Я Считаю Что Эта Крестовина Довольно Противная Я Не Могу Назвать Крестовину Про Контроллера Противной Хотя Потому Что Она Не Трясется И Она Сделана Из Приятного Материала Но Самое Главное Как Она В Игре Ощущается А В Игре У Вас Уже Что Я Хочу Сказать Сейчас Я Буду Трогать Только Кнопку Вниз И Вы Можете Видеть Что Кнопка Вниз У Меня Может Сработать И Как Кнопка Влево И Как Кнопка Вправо Ну Как И Диагональные Направления Вправо Вниз Влево Вниз Вот Смотрите Сейчас Он Бьет Только Вперед То Кнопка Срабатывает Как Влево В данный Момент Даже На Нижнее Направление То есть Вот такая Проблема Есть Что Мисклики Возможны Мисклики У вас Часто Будут Скорее Всего Вот Смотрите Я Сажусь На Лавочку Когда Нажимаю Либо Вверх Либо Вниз Но Я Могу Это Сделать Просто Нажимая Кнопку Влево Или Вправо Ну То Есть Вы Понимаете Я думаю Что Здесь Будут У вас Сложенные Срабатывания И Это Безусловно Не Идет В Плюсы Этой Крестовине Это Конечно Плохо Однако Мне Все же Нравится Что Она Приятно Ощущается И Не Болтается Это Безусловно Ее Плюсы Что Лучше Спросите Вы Крестовина Про Контроллера Или Раздельные Кнопки На Джойконах Если Честно Сложно Сказать По Моему Примерно На одном Уровне У кнопок Конечно Есть Главное Преимущество Что Так как Они Раздельные У вас Полностью Исключены Все Мисклики То есть Никаких Ложных Срабатываний Не Будет Но Так как Они Не Соединены Они Не Так Удобны Как Крестовина То есть Вы Не Можете Как На Крестовине Положить Палец На Центр И Отклонять Его Чтобы Срабатывали Разные Направление Здесь Вам Нужно Нажимать На Конкретную Кнопку Будет Вот То есть Победителя Здесь Пожалуй Нет Победителем Будет Играть На Стике Это Конечно Извращение Для Многих Но В целом Неплохо И так Ладно Ну Что ж Я Рассказал Пожалуй Все Свои Мысли Об Этих Об Этой Крестовине На Про Контроллере В завершении Хочу Рассказать О Еще Парочке Плюсов Про Контроллера Во Первых У него Разумеется Есть Рабочий Гироскоп Который В принципе Не Имеет Никаких Нареканий От Меня Все Здесь В принципе Хорошо Также У него Очень Приятная Вибрация Такая же Как И у Джой Конов Нинтеды Назвали Ее HD Рамбл И Не Зря Действительно Она Приятнее Всех Других Вибраций У Вот Этого Геймпада Вообще Мне Не Нравилась Вибрация Она По-моему Слишком Большую Амплитуду Имеет Мне Вот Это Не Понравилось Здесь Моторчики Маленькие То Сила У вас Будет Возможно Поменьше Вибрации Но Сама Она Будет Приятнее По Крайней Мере Мне Так Показалось Во Вторых Прицеплять Сюда Ваши Фигурки Амибо Если Они У вас Есть Заряжается Разумеется От USB-C Заряд Держит Очень Долго Часов 40 Вроде бы Заявлено Официально Хотя Примерно Так и Есть На самом Деле Он Действительно Очень Долго Держит Я Специально Не Мерил Но Недели Две Три Вы Спокойно Можете Его не Заряжать Если Не Подолго Играете Может Еще Дольше Даже Месяц Действительно Очень Хороший Аккумулятор У него Отлично Держит Я Разве Что Один Минус Заметил Когда Вы Подключаете Зарядник Почему То Нет Индикации Того Что Геймпад Полностью Зарядился Или Я Чего Не Понял Но Мне Показалось Что Ее Нет То Лампочка Постоянно Горит Оранжевым И Никак Не Гаснет Возможно Я Что Не Понял Поправьте Меня В Комментариях Если Это Так Но Мне Показалось Что Индикации Завершения Заряда Тут Нет Кстати Ее Нет И На Вот Этом Геймпаде Здесь Точно То же Самое Происходит Очень Странно Мне Это Кажется Ну Ладно Знаете Я Еще Один Хороший Факт Вспомнил О Про Контроллере Это То Что Он Может Пробудить Лишний раз Будет Вставать С дивана Например Контроллер От 8bit Dot Тот же Не Мог Пробуждать Консоль Нажатием Этой Кнопки Он Вообще Не Просыпался Сам Джойконы Тоже Разумеется Так Могут То Это В основном Только Так Скажем Фест Пати Контроллеры Могут Так Делать И Это Крутая Особенность Так Что Вот Имейте Ввиду Ну Что Я Рассказал В принципе Все Что Хотел Об этом Геймпаде В целом Хочу Сказать Что Он Мне Нравится В первую Очередь Из Больших И Очень Удобных Стиков И Больших Удобных Кнопок У него Разумеется Есть И Минусы Но По моему Они Не Такие Значительные Чтобы Прямо Ругать Его Жестко Хотя Стоит Он Конечно Дорого И Ругать Ему Можно Безусловно Что Лучше Спросите Вы Все Таки Купить Дополнительные Джойконы Или Купить Про Контроллер Ну Здесь Я Скажу Вам Так Если Вы Будете Когда То В своей Жизни Или Планируете Играть В четвером Или Втроем То Лучше Конечно Покупайте Джойконы Потому Что Это Сразу Два Отдельных Геймпада Будет В этом Плане Конечно Джойконы Лучше Но Если Вы Только В Одиночку Играете То Здесь Конечно Лучше Купить Про Контроллер Потому Что У него И Стики Гораздо Больше Я Не Зная Раза В Два Точно И Ход У Них Большой И Кнопки Большие Удобные И Все Здесь В Принципе Нормально То Здесь Решайте Сами Крестовина Не там Не тут Не Идеально Разумеется Так что Ради Крестовины Нужно искать Какие-то Другие Геймпады Пожалуй Здесь Она Просто Нормальная Не могу Даже сказать Что она Прям Плохая Она Нормальная Сносная Но Конечно Далеко Не идеальная Как вы Могли Видеть По Примеру Игры Hollow Knight Когда я вам Показывал Ну Что же В принципе Я сказал Все Что хотел Решайте Сами Стоит ли Его Покупать Мне Контроллер В целом Понравился Я хочу Сказать Хороший Геймпад Ну А на этом Все Всем спасибо Что посмотрели Это видео Всем удачи До новых встреч И пока Пока Субтитры